Итак, давайте проясним, чтобы Конгресс все понял. Все, что движет нас к новому интернету Web 3.0, построено на самом первом слое блокчейна, так? Поэтому нам важно держать руку на пульсе того, куда все это движется, чтобы принимать новые законы для принятия этих новых технологий. Именно. Мистер Магенри, я думаю, что если вы познакомитесь со всеми проблемами, с которыми сталкиваются технокомпании сейчас, важность криптосетей станет очевидной. Я не вижу криптовалюты в качестве угрозы для финансовой стабильности. На данный момент. Но я думаю, что они рискованные, потому что ничем не обеспечены. При этом я думаю, что люди, которые их покупают, не понимают, что именно они приобрели. Тем не менее, они точно стоят того, чтобы за ними как минимум наблюдать. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Пока Джером Паул говорит о том, что криптовалюта сегодня не угрожает финансовой стабильности, а в Конгрессе Соединенных Штатов пытаются понять, зачем им нужно принимать криптовалюту, в России пытаются понять, зачем им нужно запретить криптовалюту. История взаимоотношений Российской Федерации криптовалюты тянется еще с 2014 года. Ее можно описать как напряженную. В этих отношениях правительство страны, мягко говоря, недоверчиво относится к криптовалютным активам. Например, в России законом о цифровых активах запрещено использовать криптовалюты в качестве денег. Но кроме этого запрещена даже реклама платежей цифровыми деньгами. За нарушение положения этого закона предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. На самом деле неудивительно, что гайки закручиваются плотнее в свете того, что Центральный Банк России планирует протестировать использование цифрового рубля совсем скоро. Например, для обмена на иностранные валюты. На сайте CBTC Tracker, который отслеживает прогресс различных стран в разработке собственных цифровых валют, мы видим, что в России цифровой рубль находится на стадии исследования. То есть правительство России не любит негосударственные цифровые активы, но с большой надеждой смотрит на будущее своей собственной национальной цифровой валюты. В соседнем Китае работа над национальной цифровой валютой ушла дальше, и сейчас в стране она уже работает в виде пилотной версии. Так, например, цифровой юань уже принимают такси или, например, в качестве оплаты за электричество. Интересно то, что вместе с переходом цифрового юаня из стадии исследования в стадию пилотного проекта китайские власти активно начали преследовать майнинг и криптовалюты. Из-за этого, как мы помним, майнеры активно бежали из Китая. Отсюда следует логичный вопрос, который мы уже задавали. А что же будет в остальных странах, которые тоже выпустят свои национальные цифровые валюты? Банк России, к примеру, анонсировал выпуск прототипа цифрового рубля уже в начале 2022 года. Весь 2022 будет посвящен тестам цифрового рубля, а затем будет принято окончательное решение по его запуску по всей территории России. В ноябре 2021 года Банк России уже приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту в преддверии тестов цифрового юаня. И похоже, что Россия следует опыту китайских коллег, ведь недавнее законодательное творчество увеличивает давление на криптовалютную деятельность. И вызвано это творчество неизбежным тестированием цифрового рубля. В России очень много талантливых крипторазработчиков, которые в последнее время все чаще вынуждены покидать территорию страны из-за недружелюбно настроенной юрисдикции. Это абсолютно четко видно по множеству DeFi-проектов, которые были построены россиянами, но при этом зарегистрированы за границами России. Летом этого года зампред Банка России Сергей Швецов безапелляционно обозначил позицию банка. Биткоин – это минное поле, его покупать точно нельзя. Сергей Швецов считает, что не стоит лезть туда, где Россия не сможет защитить твои права. Также Банк России подчеркивает, что криптовалюта несет в себе риски для финансовой стабильности. Что-то знакомое, не так ли? Кажется, российский регулятор совершенно нагло повторяет вслед за Международным валютным фондом, который первым обвинил криптовалюту в том, что финансовая ситуация в мире нестабильна. Что вообще происходит в России? Во-первых, Национальный банк опубликовал некоторые изменения касаемо цифровых активов. Так он запретил инвестировать в криптовалюту паевым инвестиционным фондом. Во-вторых, Банк России пока еще не запретил, но настоятельно рекомендует биржам в России не торговать криптовалютами. И в-третьих, в октябре этого года глава комитета по финансовому рынку в Госдуме Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо ограничить частных инвесторов от инвестиций в криптовалюты. На минуточку, криптовалюты, согласно опросу, составляют более половины портфелей этих частных инвесторов. Почему же? Потому что доступ к криптовалюте есть у всех обычных граждан страны. Вот почему криптоактивы так популярны. Доступ простой. Годовой оборот операций россиян с цифровыми валютами составляет около 350 миллиардов рублей. Таким образом, российские пользователи являются одними из самых активных в мире. Похоже, что эти длительные непростые отношения России к криптовалюты могут вскоре обрести свой закономерный финал. Ведь сегодня Ройтерс заявил о том, что Центробанк России хочет запретить любые инвестиции в криптовалюты на территории этой страны. Мотивация запрета заключается в том, что криптовалюта, мол, разрушает стабильность финансового мира в стране. Если Россия запретит криптоактивы, то закон о запрете будет применяться только к новым операциям с криптовалютой и не затронет старые. За нарушение этого закона будет следовать административная и даже уголовная ответственность. Итак, в то время как в США, похоже, одумались и делают шаги к тому, чтобы стать лидером новой инновационной технологии финансов, в России происходит вот такой звездец. А ведь из запрета криптовалют вытекает множество неожиданных нюансов, о которых Банк России не говорит. Учитывая сверхактивность российского населения в сфере цифровых валют, сама Россия с запретом этой деятельности может потерять множество рабочих мест, налоговых отчислений, конкурентноспособность, мозги, особенно молодые, и самая главная перспектива в этой сфере. Уже сейчас множество российских специалистов в сфере блокчейна создают и развивают проекты вне России, что очень печально. Почему талантливые молодые россияне вынуждены уезжать и работать на другие экономики, а не на свою родную? Ответ на этот вопрос ты наверняка найдешь в комментариях. А меня зовут Богатей Шиди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok